Вот эта беседка, которая была поставлена. Дело в том, что эта беседка долго потом сохранилась, но это известная история. Я вам сейчас покажу. Значит, вот эта же беседка, она потом была поставлена посредине сада. Практически посредине. Напоминаю, что сад заканчивался вон той дорогой. Все, вон там, дальше сада не было. Все, была ограда. И начинался вот здесь вот, возле МВД. Вот здесь начинался. Вот. И здесь вот на фотографии можно заметить, что, если посмотреть еще вторую часть фотографии, значит, практически беседка стоит в центре. Вот она в центре. И если вы заметили, она напротив этого здания. Вот это здание, это МВД. То есть беседка стояла где-то здесь. Вот здесь вот стояла беседка, и она так простояла практически до революции. Потом ее снесли. Вот. Ну как. Все. Режим кончился. Надо уничтожать все, что связано с ним. Вот. И, так сказать, это такое место о том, что когда-то нас посещал, значит, дядя Николая Второго. Значит, вот это место должно быть как обозначено, что вот он ступил на эту беседку. Вот. Она теперь у нас в центре парка стоит. Мы будем об этом помнить. Это как его напоминание вечности о том, что мы соприкоснулись. Вот. Но я так понял, что Сергей Александрович Романов проехал по вот этой вот дороге перед домами купеческими. Здесь стояли, если вы помните, купеческие дома. Вот. Проехал вплоть до Троицкого собора. Пойдемте давай. Итак, Сергей Александрович прибывает сюда. Выходит из повозки. За ним вываливает целая куча едущих с ним, сопровождающих его. С ним, кстати, был еще, значит, глава Вологодской всей Волости. Вот всей, не Волости, а губернии. Да, всей губернской, Вологодской губернии. Вот губернатор был с ним, сопровождал его и вплоть до Устисольска. Он сюда прибыл, на всем везде сходил. Здесь он тоже был вместе с ним. И они прошли в храм. Троицкий собор. Вот Михаил Борисович говорит, что храм находился прямо на детской площадке. Вот огромное помещение. И вот прям сюда выходил. Вот здесь вот, собственно говоря, заканчивался. Вот огромный храм. Вот они вышли. Что здесь произошло с его приходом? Значит, здесь такие вещи были. Здесь было три действия важных. Первое действие. Его встречают два хора детских. Вот самое интересное, что он потом прибудет в следующем, потом я вам расскажу. Кстати, тоже там два хора будут. Вот здесь уже два хора детских встречают. Значит, его, во-первых, приходское училище, хор приходского училища и еще трехклассного училища городского. Встречают хоры. Вот. И исполняют они одну и ту же песню. Вместе исполняют одну и ту же песню. Это такой тропарь. Спаси Господи, люди твоя. Я потом отдельно, когда мы с вами дойдем до училища духовного, объясню, что это такое за очень интересная песня, потому что вы будете удивлены, но эта песня преследовала государя, значит, Сергея Александровича по всему городу. Куда бы он ни заходил, тут же начиналось. Господи, значит, спаси Господи, люди твоих. То есть, да, вот, люди знают, потому что это очень важный тропарь, очень важный тропарь для, значит, России. Очень жутко важный. Я объясню почему. Ну, чуть позже, когда мы туда придем, к училищу духовному. Итак, его приветствуют два хора вместе, которые поют в сопровождении учителей. Потом ему вручают для знакомления кубок. Он должен просто его подержать в руках и посмотреть, что это за кубок. Дело в том, что этот кубок был подарен Петром Первым Ивану Порфиричу Саватьеву, купцу когда-то. И купец Саватьев, лальский купец Саватьев, передал его в храм, вот, Троицкий собор, именно передал. И он хранился в Троицком соборе. Где этот кубок, непонятно, он утерян, но тем не менее, что же, как же так? Какой-то купец Кировской области. Ну, лальский, он находится в Кировской области. Значит, угодил так Петру Первому, что ему вручили кубок, который он передал сюда. Дело в том, что вообще купец Саватьев был потрясающим человеком. Лальский тогда был очень таким крупным торговым городом на пути на восток. Он проводил несколько раз купеческие караваны до Китая. И он новый путь создал, торговый, до Китая. В обход Манжури, то есть он через Монголию провел. И многие считают, что вообще Монголию в интересы России включил именно Саватьев. Он именно создал этот путь, по которому уже ходила огромная масса купцов. Но вручили ему кубок, вот заинтересно за что. С третьего похода в Китай, он когда вернулся, там товар продав российский и привез, он привез такую огромную сумму, вырученную там, которая, как пишут исследователи, являлась одной четырнадцатой бюджета России. Представляете, один торговый поход и привезти денег на четырнадцатую бюджету России. Безусловно, Петр Первый должен был как-то этого человека отметить. Он вручил, есть старая традиция вручения. Ну, вы знаете, что вообще награды у нас вводит только Петр Первый. А до него это шуба с барского плеча, кубок, из которого пил государь. И там такие награды. И вот Петр Первый вручает такой кубок, значит, купцу. И купец, некоторое время похоронив, его просто вручает это собору как на хранение. И Сергею Александровичу вручают этот кубок, чтобы он его поддержал в руках. То есть есть кубок, которого коснулся его предок, тоже, так сказать, лицо, связанное с Богом, коснулось этого. И вот надо, чтобы еще новое лицо, связанное с Богом, коснулось и напоило еще больше. А потом всем будут показывать, вот он кубок. И больше будет прихожан, приходите смотреть на кубок, который соприкоснулся. Это очень ценная вещь. Это второе событие, которое произошло. И третье событие, значит, Сергею Александровичу показали икону, значит, которая была написана в честь 25-летия его правления его отца, Александра Второго, в 1880 году. Вот. И тогда уже все реформы были произведены Александром Вторым. Вот. Он еще не погибает, еще он жив. И вот вручают ему эту икону, написанную местными иконописцами. Какая икона не описывается в «Епархиальных ведомостях»? Я еще скажу, я рассказываю, взведу по «Епархиальным ведомостям», по отчету в «Епархиальных ведомостях». – Вологодские ипархиальные ведомостях. – Вологодские ипархиальные ведомости. Вот, значит, там не написано, что за икона. Но я посмотрел ряд икон, которые бы написаны в это время и обнаружил, что они примерно об одном и том же. Это икона о святом Александре Невском. То есть это икона Александра Невского. И, скорее всего, именно эта икона была показана, и он ознакомился с этой иконой, подержал ее тоже в руках, может быть, подошел к ним, может, ее поцеловал, то есть это не описывается, но вот было соприкосновение. Так, три какие-то действия он совершил, после этого он опять выходит со всей свиты, они стоятся на этой колеске, и едут в следующий собор. Допустим, три с половиной часа, быстрый проезд. А теперь нам, ну мы не пойдем до следующего собора, это очень далеко, давайте добрейдем до перекрестка улицы Советская и Коммунистическая. А собор-то какой? Стефановский, на центральной площади, он уже построен, еще не облицован, но я об этом еще скажу, но давайте подойдем сейчас на перекрестку, потому что там несколько действий будет происходить.